Радио Гонен-Нова Радио Гонен-Нова Альцинсет и Ун Ун Гонен-Нова Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Снова снится мне этот сон Крепко взявшись с тобою за руки Сверху по облакам бредем вдвоем. Голубые твои глаза Снова рядом, снова так близко Я целую тебя, жена, Ты мне снишься, Милая моя Милая моя Я целую тебя, жена, Ты мне снишься, Милая моя Милая моя Я целую тебя, жена, Ты мне снишься, Сын так сильно похож на меня Ну а дочка у нас принцесса И от Бога подарок судьба Мы вместе Я открою тебе секрет В моих снах мы намного моложе На пятнадцать, на двадцать лет Спасибо, Боже Милая моя Милая моя Милая моя Я целую тебя, жена, Ты мне снишься Милая моя Милая моя, я целую тебя, жена, Ты мне снишься. Я вернусь, ты откроешь дверь, Мы сильнее с тобой разлуки, Закружу, унося тебя от скуки. Ты шепнешь мне на ушко слова, Я один их только знаю, Я целую тебя, жена, обнимаю. Милая моя, милая моя, Я целую тебя, жена, обнимаю. Милая моя, милая моя, Я целую тебя, жена, обнимаю. Милая моя, милая моя, Я целую тебя, жена, Ты мне снишься. Милая моя, милая моя, Я целую тебя, жена, Ты мне снишься. Восемь лет назад я стала вдовой. В тот тяжелый период жизни мне казалось, что земля рушится, Вселенная окрашится на маленькие кусочки, А внутри меня образуется пустота, И чем заполнить ее, я совершенно не знала. Место в сердце, которое долгие годы было занято миром взаимоотношений с мужем, Зияло не просто пустотой. Это была большая рана, края которой кровоточили. Только вместо крови, которая выступает, когда мы ранены в физическом мире, Были воспоминания, размышления о прошлых событиях, Пугающая неизвестность будущего. Одним словом, много боли и прошлого. Ни одной светлой или радостной мысли О настоящем и будущем своей жизни и жизни детей. Я совершенно не понимала, как жить дальше. Работа, домашние заботы, общение с друзьями, родителями и даже детьми Не приносило радости. Главной мыслью в тот период было, Я должна жить только из чувства долга перед всеми, кого я знала. Мысль, что так могут пройти долгие годы, Повергала в отчаяние. В жизни иногда происходит так, что женщина теряет своего мужа. В мире умножающегося зла такая трагедия случается не только с людьми пожилого возраста. По статистике, каждая четвертая женщина одинока. Либо по причине развода, Либо по причине смерти супруга. И это немало. Итак, жена становится вдовой. Как жить таким женщинам? Каким путем идти вдове, чтобы обрести радость в этом непростом мире? Каков план у Бога относительно этих женщин? И есть ли он вообще? В конце концов, может ли такая женщина быть счастливой? И не знаю, могут ли быть совместимы эти понятия счастья и вдовства. И это такая очень трудная тема, сложная тема. И мы сегодня пригласили в студию Веру Волкову, которая вот в своей жизни не так давно перенесла эту трагедию. И я хочу спросить, Вера, вы можете говорить об этом с нашими слушателями? Я хочу поговорить. Ну, давайте начнем с того, что вы немножко расскажете о себе. Сколько вам лет? Мне 33 года. 12 лет мы прожили вместе. Многие будущие пары встречаются в церкви. Вы тоже познакомились, встретились в церкви. Мы познакомились. Был первый христианский лагерь. И мы были воспитателями там. Вера, ну а что произошло с вашим мужем? Это было 28 октября. Обычный день. И, как всегда, Славик ушел на работу. Я его проводила. Веселые и счастливые. И ничего не подозревая, потом я узнала, что когда это произошло, то я молилась. Именно в этот самый момент? Именно приблизительно в это время было побуждение, и я молилась. Но вечером, когда обычно он приходил с работы, я смотрю по времени, он должен быть. Он задерживается. Я усаживаю детей за стол. И как бы только вот садится, и звонок в дверь. Дети, конечно, ожидали, что это папа. И все навстречу к отцу. Но показался большой дядя, и он спросил, я ли Вера. Вид меня сразу смутил, как бы насторожил. После этого сердце мое как бы почувствовало, что произошло что-то нехорошее. И когда этот начальник сказал, что давайте пройдемте и присядем, и я сразу поняла, настолько это было серьезно, когда тем более он мне сказал, что-нибудь надо выпить успокоительное, если у вас есть. Мне можно дальше было не рассказывать, что произошло. Мое сердце почувствовало. Но когда он мне сказал, что Славика больше нету, конечно, это было... Наверное, мягко сказать, что это было ударом. Да, это было такое. Но просто Бог в тот момент дал мне силы, и я смогла сказать, что ради вашего спасения, пусть даже будет и смерть его. Это было, конечно, для меня такая тяжелая, как бы, скорбь. Но то, что Бог дал мне Славика, мы смогли столько прожить. И я, вспоминая Иова, как бы в душе своей, раз и навсегда сказала, что Бог вправе и моей жизни делать то, что Он хочет. Ну, Вера, до этого надо духовно дорасти, чтобы так думать. И слава Богу, что вы можете это сказать, потому что, ну, принимать такие ужасные трагедии, это очень больно, это очень страшно. И переживать все это на себе, и потом жить с этим дальше, это очень сложно. Но мы не сказали нашим слушателям, что же произошло с вашим мужем. Он работал на стройке, выложили четвертый этаж и готовили место для пятого этажа. Кирпичи были краном поданы наверх. И Славик вместе с трубальщиком снимали крючки с кирпичей. Получилось так, что крановщица, ну, там было плохое видение, и она плохо видела, ей взмах руки показался командой поднимать. Но она не предупредила, не подала звонка, и как бы начала поднимать, и зацепилась за стол. И стол начал подниматься. А Славик стоял близко к краю. И когда увидели то, что происходит, и начали кричать, крановщица резко отпустила кран, и вот эти движения, как бы кирпичи рассыпались, клетка кирпича столкнула его, и он с 12 метров упал вниз. Смерть, конечно, наступила мгновенно. Кирпичи лежали внизу, кирпичи сыпались вверху. И когда вызвали скорую помощь, но смерть наступила мгновенно. То, что произошло, было ужасное для всех. И самое ужасное то, что дети потеряли отца. Ну, здесь надо добавить нашим слушателям, что у Веры и Вячеслава четверо детей. Это четыре мальчика, четыре сына, младшему из которых вот пять лет, и старшему двенадцать лет. Вера, прошло уже полгода вот с этой трагедии. Вот как Вы с этим живёте? Как Вы с этим справляетесь? Вы приняли это просто как волю Божью для своей жизни? Получилось так, что у нас, у папы, есть сестра, которая в молодости похоронила своего мужа, и она обиделась на Бога за то, что Бог забрал у неё мужа. И она жила больше девяносто лет. У неё была жизнь очень тяжёлая. И когда у меня это случилось, мне как бы моя сестра Люда говорит, не сделай ты этого, не ожесточись на Бога. У меня, как бы, как и у Ива, всегда мысли, что Бог вправе в моей жизни делать то, чего Он хочет. И самое главное, что Бог дал мне Его, Бог и взял. И я не вправе распоряжаться ни своей жизнью, ни жизнью своей семьи, но Бог, который любит меня, и я верю этому, что всё Он делает, как благо. Для меня, да, бывают периоды, когда ужасно, но я молюсь, молятся о мне очень многие, и поддержка молитв даёт мне силы всё перенести. Бог любит меня и дарует силы побеждать. Это не моя заслуга, это делает всё Бог. Да, слава Богу за ваших друзей, за тех христиан, которые вас поддерживают. И хочется сказать, что у страдания есть два пути. Это путь вверх и путь вниз. Если вот пойти путём ожесточения, путём озлобления, то это будет путешествие в сумерки и в темноту. То есть у человека не будет душевного мира, покоя, и сама жизнь ему будет в тягость, потому что он не смог принять и смириться с тем, что произошло в жизни. И есть дорога вверх, когда ты смиряешься, хотя очень трудно, и Бог просто даёт утешение, Бог возвышает. Вера, ну а как вообще дети приняли эту трагедию, эту новость? Мне сказали, чтобы я своим детям сказала, что это навсегда. в этой жизни, чтобы я как бы убедила детей, что папы больше нету, чтобы они не ждали его, потому что есть такие семьи, где как бы скроют, полуправду скажут, и дети потом мучаются. И я объяснила детям, что это временная разлука, и что мы с папой встретимся на небе. Да, хорошо, что у верующих есть эта надежда, и вера в то, и знание того, что наша жизнь это временно, и потом у нас будет вечная жизнь в небе, где мы встретимся с нашими родными, с нашими любимыми людьми. Вера, ну вот мы можем говорить, что на смерть вот вашего мужа была воля Божья, потому что у каждого из нас есть какой-то определенный конец. Но в данной ситуации была вина людей. Обвиняете ли вы этих людей? Я просила, чтобы, если это возможно, вообще дело закрыли, которое уголовное дело было возбуждено. Но как тяжкое преступление, просто это невозможно сделать. И у меня нету никакого ожесточения на этих людей. Христос простил всех нас, так и у меня. Если это была на это воля Божия, просто так получилось, что в этом участвовали эти люди. Но нету ни мести никакой. И я прошу, чтобы милость была и со стороны властей, и на этих людей. Но если еще сказать о том, что этим людям грозит тюремный срок 7-8 лет. И вы просите, чтобы... Помиловали их. Чтобы их помиловали. Вера, вы ходите в церковь, и ваш муж был служителем церкви. Вот вы почувствовали после этой трагедии поддержку братьев и сестер? То есть не остались ли вы одиноки в своем горе? Нет. Церковь имеет особое попечение о мне, о моих детях. Есть те люди, которые каждый раз спрашивают, и очень многие молятся, многие жертвуют, многие подходят и добрыми словами поддерживают. Церковь – опора в моей жизни на данный момент. Вера, а вот как вы думаете, в вашей жизни вот была какая-то определенная подготовка к этой проблеме? Потому что многие люди, когда переживают горе, они свидетельствуют о том, что Бог определенным образом готовил их к этому. В вашей жизни было так? Да, я знаю, что к этому Бог меня приготовил, поэтому мне и легче перенести, потому что Бог не сделал это спонтанно. А в жизни моей муж был у меня служитель и много времени уделял для служения Богу. Принял Господа в 21 год, но он многое успел сделать, хотя он этим не гордился и скрывал. У него есть его церковь, его рожденная и много чего он в жизни успел за свои короткие дни жизни. Слава Богу за вашего мужа и за то время, которое Бог отвел ему здесь. Вера, вот мы общаемся с некоторыми нашими слушателями, которые тоже перенесли трагедию. И вот проходит уже время, но они постоянно живут этими воспоминаниями. Они смотрят на этот стул, где сидел этот человек, на остановку, где он ждал транспорт. И вот они постоянно об этом думают и постоянно в этом живут. Вообще это правильно или нет? Как вы думаете, надо об этом думать и постоянно переживать это заново? Или всё-таки надо смириться с этим и дать жизни продолжаться дальше? Если так дальше жить, как эти люди живут, невыносимо жизнь становится при всех воспоминаниях. Но если это принять от Господа, что это было назначено Богом, тогда в дальнейшем уже строится жизнь новая. нельзя остановиться на той жизни, которая была до этого времени. В дальнейшей жизни Бог даёт своё видение дальнейшей жизни и осознавать нужно то, что Бог сделал, Он сделал к лучшему. Он наш любящий Отец и Он делает всё ко благу. Многие люди просто после случившейся трагедии теряют смысл своей жизни. Они не знают для чего жить, для кого жить. Как с вами вы потеряли смысл своей жизни? У меня смысл сейчас в моей жизни это чтобы дети мои были служителями как папа, чтобы они были с Богом. Вера, что бы вы могли сказать нашим слушателям ваши пожелания, которые сейчас проходят такой период? Очень важно, чтобы не сами проходили, а чтобы приходили и просили чтобы помог в этом Бог. Только по милости Божьей я смогла это перенести и в дальнейшем Бог мне даст сил и во всем поддержит. И церковь, и верующие друзья они поддерживают, поэтому ищите Бога, ищите сил у Него, ищите себе друзей, которые в Боге. Вера, со своей стороны хочется сказать слава Богу, глядя на вас, за ваше мужество, за вашу силу, которую вы проявляете, воспитывать детей, ходить в церковь и вдохновлять других верить. Пусть вам Бог и дальше даст сил вашей семье, даст вот такую новую надежду, новое видение вашей жизни. И после страдания всегда приходит облегчение, приходит благословение, и я желаю, чтобы это благословение, оно быстрее пришло в вашу жизнь, и чтобы вы почувствовали эту полноту Божьего благословения после скорби, потому что после грозы всегда бывает солнце. Я бы очень хотела, чтобы это солнце во все семьи вошло, чтобы те люди, которые особенно переживают это сами, без Бога, чтобы они смогли понять, что как легко переносить с Богом. спасибо вам, Вера, за то, что вы решились, пришли и послужили благословением для многих наших слушателей, я в этом уверена. Подытожить наш разговор с Верой хочется несколькими конкретными советами. Во-первых, не надо каменеть в воспоминаниях о прошлой жизни, которую никак не вернешь. Лучше принять мужественное решение идти дальше. Во-вторых, обязательно посмотрите вокруг, даже если в первый раз придется приложить для этого усилия. Вы обязательно увидите рядом людей, которые еще находятся во тьме отчаяния, нужды и безысходности. В-третьих, почувствовав в своем сердце силу радости и любви снова, вам обязательно захочется дарить ее другим. Завершим нашу программу сегодня песней, которую дарим Вере Волковой и ее сыновьям. Подойди, помоги, поддержи, очень трудно мне в мире жить. Наступает победное зло и идти тяжело-тяжело. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться в твоих нерук, ощутить всю их силу мощь, и понять, ты готов помочь. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться в твоих нерук, ощутить всю их силу мощь, и понять, ты готов помочь. Глянь на землю опять дожди, а я слышу терпи и жди, ты ответишь, согреешь, да, и учусь я терпеть и ждать. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться в твоих нерук, ощутить всю их силу мощь, и понять, ты готов помочь. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться в твоих нерук, ощутить всю и в силу мощь, и понять, ты готов помочь. тучей хмурой тоска лежит, рядом столько коварной лжи, жду и верю, что ты придешь победитель греха мой вождь. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться твоих нерук, ощутить всю их силу мощь, и понять, ты готов помочь. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться твоих нерук, ощутить всю их силу мощь, и понять, ты готов помочь. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться твоих нерук, ощутить всю их силу мощь, и понять, ты готов помочь. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться твоих нерук, ощутить всю их силу мощь, и понять, ты готов помочь. ноги м м м м м м Детская передача 900 секунд Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас! Ребята, сегодня я задумалась над тем, знаете ли вы главную цель в вашей жизни? Думаете ли вы, для чего вы живете? Свои ответы вы можете написать мне в письме. А вот Андрюшу я сейчас спрошу, что он думает по этому поводу. Как раз он уже заходит. Здравствуйте, Аня! Привет, Андрюша! Нашим слушателям я уже задала вопрос. Хочу у тебя спросить. Как ты думаешь, для чего ты живешь? Какая самая главная цель в твоей жизни? Ого, я даже никогда не задумался над таким вопросом. И никто до этого у тебя не спрашивал? И в школе вам ничего не говорили по этому поводу? Неа! Нам в школе только задавали писать сочинение на тему, кем я хочу стать. Но тот вопрос, который вы задали, он действительно интересный. Только нужно подумать, что выбрать для ответа. Выбрать? Значит, у тебя есть несколько вариантов. О, конечно же! Целей ведь так много. И не так просто решить, какая из них главная. Даже на вопрос, кем я хочу стать, и то я не смог ответить однозначно. Потому что я хочу создавать какие-то интересные и полезные вещи. Но что именно, я еще не придумал. Вот одна из моих целей. Это, наверное, и есть изобрести что-то новое и полезное всем людям. Как это было бы здорово! Ага, значит, ты хочешь быть изобретателем? Это здорово и очень интересно. И это неплохая цель. Но все же без одной цели, которая должна стать главной и у тебя, и у меня, и у вас, ребята. Все остальные цели, даже если вы их и достигнете, не принесут вам настоящего постоянного счастья. Это будет только временное удовлетворение. А потом придется искать что-то новое. А какая же это главная цель? Почему я о ней не знаю? И никто до этого мне не говорил о ней. Как жаль, что многие люди поздно узнают об этой цели и поздно отвечают правильно на вопрос, для чего я живу. И чтобы вы вовремя смогли начать двигаться в нужном направлении, я расскажу вам это именно сейчас. Но все по порядку. Вначале я расскажу историю жизни одного человека, который и сделал этот важный вывод. О, расскажите скорее, пожалуйста. Давным-давно, еще задолго до Рождества Христова и начала нашей эры, в одной из самых могущественных стран в семье богатого царя родился сын. Этот мальчик, хоть он был и не первым сыном в семье, со временем тоже должен был стать царем. У него была очень умная мама и мудрый отец, поэтому они вложили в головку сына как можно больше нужного и полезного, и вместе со всем, и любовь к Богу. Поэтому, когда их сын вырос и стал царем, то в первую очередь, в первую же ночь своего царствования, он стал молиться Богу и просить у него мудрости для управления народом. И Бог дал ему мудрости. И не только сделал его мудрым, но и дал ему много богатства, славы и вообще все-все, о чем только может мечтать человек. Он стал самым-самым во всех позициях, которые существовали на то время. Ого, вот это круто! Быть мудрым и богатым. Тогда же можно достичь абсолютно всего, любой своей цели. Да, именно так и думал этот человек. Да и все люди тоже так думают. А особенно, когда ты еще и царь, то перед тобой точно открыты все двери. И он начал заниматься всем, чем ему хотелось. Сначала по завещанию отца он построил дом Божий, а после этого выстроил не менее прекрасный царский дворец, построил еще множество красивых домов, насадил всевозможные сады и рощи, посадил виноградники, чтобы вино за его столом могло литься рекой. У него было множество жен, слуг и служанок, был свой оркестр и самые лучшие животные, которых было больше, чем у всех остальных его людей вместе взятых. Этот царь приобрел себе все, что только было на то время, и собрал огромное количество золота и серебра, так что серебро даже почти утратил свою драгоценность при его правлении. И он стал веселиться каждый день и наслаждаться тем, что он достиг. Каждый день к нему приезжало много высокопочтенных гостей, чтобы послушать его, ведь он был еще и самым умным на земле. Каждый стремился хоть немного побыть рядом с ним, и все это ему очень нравилось и приносило удовольствие. Если спросить людей, хотели бы они сейчас так жить, многие сразу же ответили бы «да». Вот ты, например, Андрюша, хотел бы, чтобы у тебя была любая игрушка, которая только существует в мире. Самый крутой компьютер, планшет, телефон, чтобы тебя все слушались и все хотели играть только с тобой. Конечно, еще спрашивай. Да, так ответит каждый. Но как ты думаешь, станешь ты от этого счастлив? И был ли этот царь самым счастливым человеком на земле? Я думал, что да. Если у меня будет все, что я только захочу, то отчего же мне быть грустным и несчастным? Тогда слушай продолжение истории об этом человеке. Однажды наступил такой день, когда у него уже давным-давно было все, что только может быть. Он уже, наконец, испробовал все наслаждения и все виды развлечений, какие можно только представить. И тогда он понял, что все удовольствия закончились. А когда уже нет ничего нового, чтобы развлекать себя, то наступает скучная, однообразная жизнь, в которой мало места для счастья. Примерно такая жизнь, как у вас сейчас. Утром нужно пойти в школу, потом в музыкалку, потом на английский, затем сделать уроки, поиграть немного с друзьями и лечь спать. На следующий день вы просыпаетесь и все начинается снова. Сколько там. И жизнь царя по сути такая же. Встань, прими различных гостей, для важных из них устрой пир, повеселись с ними. Еще нужно решить все дела по работе в стране, чтобы и дальше была прибыль в казне. И так каждый день. Одно и то же. Все новое уже закончилось. Тоже наступила довольно скучная жизнь. А там, где скука, там нет счастья. Царь посмотрел на все это, увидел, что даже мудрость его уже не приносит ему счастья и возненавидел жизнь. Царь, имеющий все, захотел умереть, представляешь? Вот это да! В смысле, все время изобретать что-то. Не знаю. Смотри. Бежать в прямом значении этого слова ты не можешь постоянно. Даже те люди, которые тренируются и имеют хорошую физическую подготовку, могут максимум бежать без остановки не больше 70 часов. Так же и в постоянной погоне за новыми открытиями и развлечениями. Когда-нибудь человек устает, и интерес к этому уже пропадает. Хочется отдохнуть от всего, но остаться счастливым. Но как это сделать? Этот царь тоже долго наслаждался своим положением и устал только к концу жизни. Но этот момент наступил. И он был уже на грани отчаяния. Но ведь ты помнишь, о чем я рассказывала вначале? Чему научили его папа с мамой в детстве? Любви к Богу? Правильно. И Бог послал ему еще одну мудрую мысль, которая и стала выводом всей его жизни, и которая показывает, что должно стоять в списке наших целей на первом месте. Как вы уже, наверное, догадались, этот мудрый царь – это Соломон, сын Давида, царь израильского народа. Вся история его наслаждений и отчаяния написана в одной из его книг, которая вошла в Библию – книги Екклесиаста. И главный вывод в конце этой книги – в 12 главе 13 стихе. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Вот и все, чтобы быть счастливым на протяжении всей жизни. Нужно делать только то, что хочет Бог, чтобы ты делал. Это самая главная цель жизни – делать то, что говорит Бог. Ведь Он составил для каждого человека план, следуя которому человек станет счастливым. А какой же ответ на вопрос – для чего я живу? Точно такой же. Бог сотворил нашу вселенную и нашу планету, и все на ней для своей славы. И создал нас, чтобы мы прославляли Его. И только когда мы исполняем Его план для нашей жизни, слушаемся Его, это прославляет Его и приносит постоянное счастье нам. По-другому быть не может. Мы живем, чтобы исполнять Божий план на земле, чтобы хвалить Его, и это и должно стать нашей главной целью. И тогда Бог пошлет нам все, что нам нужно, и мы будем счастливы. Но если человек пытается жить без Бога и искать каких-то временных наслаждений, то он похож на постоянно бегущего марафонца. А ведь если постоянно бежать, то можно умереть. Как тот воин, Филиппит, который в 490 году до нашей эры добежал с поля боя до Афин за два дня, выкрикнул одну фразу и упал замертво. И главное, что мудрый Соломон все, что делает человек без Бога, называет суетой-сует, то есть чем-то похожим на погоню за ветром, бессмыслицей. Представь, как обидно прожить всю жизнь и понять, что ты гонялся за ветром и ничего не достиг. Или еще хуже, умереть и узнать об этом лишь в вечности. Поэтому, ребята, я рассказываю вам сейчас о том, для чего мы живем и какая главная цель в жизни, чтобы в конце жизни вы не отчаивались, а были рады и счастливы. Помните, что жизнь без Бога не только бессмысленна и глупа, но еще и опасна. Моей жизни славься, Господь, славься, Господь. Моей жизни славься, Великий Бог. Моей песни славься, Господь, славься, Господь. Моей песни славься, Господь. Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com Или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Каррер Санте-Усеби 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна, или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!